Терроризм 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 другой нет. Одни считают этих террористами, другие считают, что, например, умеренная оппозиция не террориста. Вот в чем проблема. Политические оценки разные. Но когда вы даже... А у вас это очень простое. Смотрите, Россия их СБУ поддерживает? Финансирует или нет? Понятия не имею. Не финансирует. Так вы сделаете очень просто. Вы считаете, что хотите. Вы, главное, бабки им не давайте. Я никому бабки не даю. Когда обращаешься ко мне... Я скажу так. Нет, ну не вы лично. Для меня вообще все террористы одинаковы. Как только я слышу. Вот исламский, христианский, иудейский, любой другой. Фундаментализм. Эта организация для меня это террористическая организация. Вот в современном мире это слишком опасная тема, чтобы с ней играться. Уничтожать надо. Ну, значит так. Ну, во-первых, призыв не заниматься террористами, а смотреть, чьи уши там торчат, является полезным только для террористов. Я понимаю это адвокатирование того, что вы не занимаетесь террористами, а давайте мы с Америкой разберемся. Именно это очень сильно различает моих востоковедов в штатском от ваших. Они очень по разные стороны оптических прицелов стоят. Мы с вами тоже по разным сторонам оптических прицелов. Это точно. Вы, в том числе и по силе. Вы, выдавая интересы Израиля за интересы России, переходя с канала на канал, не надо закричать и открытые обвинения здесь озвучивать в эфире. Я был предельно корректен. И в отношении вас не выдвигал обвинения. А я говорю... Не вдраконьте меня. Я вас тоже хочу вдраконить. Я думаю, ФСБ сдал информацию по тому, что уже не смешно. И с чему вас учил. Уже не смешно. А можно... Пять раз уже использую. А можно мы ваш вот этот горячий пыл перенесем в программу поединок? Я готов вам предоставить трибуну. Потому что когда вскрывают израильских агентов, я обожаю. Россия не может договориться. У тебя два гольца не могут договориться. Вы хотели демократии. Вы хотели демократии, вот там прямая демократия. Но я с вами не соглашусь. Вы не по разные стороны оптических прицелов. У вас могут быть разные точки зрения, но каждый из вас все равно болеет за Россию. Поэтому не надо воевать внутри страны. Разные точки зрения, но мы всегда договоримся. Ну давай я с тобой не соглашусь в этом, но тем не менее. Это не страшно. Мне просто все равно надо завершать эту часть. А, конечно. Но последнее, значит, ребята, американцы вы наши. Значит, на самом деле, действительно, те боевики, которые бегают по Ближнему Востоку, Коль, ты их не поддерживаешь. Но 500 миллионов долларов, которые сдали в руки Аль-Каиде, сдал их Пентагон, и ни одного человека после скандала в Конгрессе не уволили. Это прямая поддержка радикальных исламистов. Я предлагаю закончить на позитиве. Да, вот короткая фраза позитива. 29 октября был день рождения Примакова. Известный дипломат и государственник. Вот он определил главную основу безопасности. Это правильное понимание соотношения демократии и суверенитета. Поэтому я думаю, что вот наша общая задача в наших дискуссиях помнить, что обеспечение суверенитета главная основа безопасности России и других стран. На этой высокой ноте предлагаю эту бурную дискуссию перенести в рамки поединка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин